доброе утро всем доброе утро дорогие друзья всем бонжур хэлло и мы продолжаем изучать тору продолжаем изучать божественную мудрость кому важно интересно знать что бог хочет от людей в интерпретации опять же мы изучаем сейчас в интерпретации мы с чем сейчас в это иудаизм это тора значит бог дал на горе сина и муж рабы ну знание он был пророк про других пророков я не знаю я знаю только про еврейских пророков я не буду про них в принципе не хочу ничего говорить я не знаю а мы изучаем то что к нам дошло письменная тора это маша рабы на моисе и дальше были пророки которые составили то что называется письменная тора тонах у евреев и у христиан это называется ветхий завет то есть это святой книги также для христианства значит но опять же еще раз скажу что здесь не уроки по христианству вообще а здесь мы изучаем только тору поэтому кому интересно welcome мы начинаем начинаем наш сегодняшний урок каждый день с 10 до 10 30 с 10 до 10 25 примерно проходят уроки значит сегодня мы изучаем свиток эстер этот свиток читают в принципе в пурим в праздник пурим вечером и утром а мы его разбираем чтобы глубоко понять что там было вообще что было за история значит мы дошли уже до 4 главы 3 главы мы изучили краткое содержание император ахашвирош 2400 лет назад входит на престол и захватывает можно сказать империя из 127 стран он женится на внучки на выходные цара предыдущего императора который разрушил первый иерусалимский храм который построил царь соломон он на ней женится и устраивает пир 180 дней для всех руководителей всех 127 стран и для своих близких совет безопасности службы охраны там ну и так далее значит на этом пире он в по пьяни зовет вашки приведите вашки ко мне голову в короне она не приходит и по совету амана такой был у него один из советников аман сказал что это восстание против царя и надо ее убить ее торжественно казнят после этого царя говорит а дальше то что аман ему советует сделать конкурс красоты и собрать самых красивых девушек со всей империи и выбрать себе то которая будет лучше чем она и более послушная зато теперь все будут знать что царя надо слушаться и мало того что все будут знать женщина что царя надо слушаться это этим поступком он получил неограниченную власть возможности единолично судить убивать и так далее значит конкурс красоты и выигрывает его царь влюбляется в девушку по имени эстер она же адаса она сирота воспитанница мордыхая еврей мордыхай который из рода царя давида и она была из рода царя шауля и она была его племянница и он ее усыновил и вот ее как раз схватили год ее готовили всех женщин в конкурсе красоты чтобы царь их как бы попробовал значит их год готовили и когда он ее увидел он влюбился все она стала царицей и после этого на царя был заговор и мордыхая которого подняли он сидел в воротах царя мордыхая а значит он услышал и понял два охранника разговаривали на своем языке но он знал 70 языков он понял что они говорят сказал эстер чтобы передали царю что его хотят убить передали проверили их повесили но у царя что-то переклинило в голове и он подумал что этот совет ему тоже дал аман аман это вот этот вот который изначально ему советовал аман интересно здесь как тоже есть еще один слой что аман был потомок царя агага это был царь народа амалек на есть народ израиля есть народ амалек это два народа антипода амалек у него это самый жестокий народ это маньяки да те которые любят убивать само название амалек это народ который лакает кровь и вот этот вот народ был самый жестокий они все время нападали на всех такие были ну звери такие и они больше всего ненавидели евреисти народ для которого самое главное качество которое которое бог требует от евреев и от всех в принципе людей это любовь любить а амалек это тот кто жестокий убивать в общем вот этот вот аман он был потомок из народа амалек он был потом от царя агага значит мордыхай сидит возле ворот амана поднимает царя хашвирош император поднимает на самую высокую ступень он становится как премьер-министр и царь приказывает чтобы ему все все кланились все должны падать перед ним ниц а аман он был в себя вознес как будто бы он и дал и мордыхай который был один из самых великих мудрецов народе израиля того поколения он говорит я не буду перед ним кланяться почему потому что я иуде иуде это тот кто значит в трактате медила в талмуде написано что иуде это тот кто отрицает и дала поклонство то есть тот кто служит единому богу он называется иуде так написано в талмуде и значит то он говорит я иуде я служу только богу и кланяться аману не буду аман это увидел аман это увидел и значит сказал я говорит я такой великий что он не будет мне кланяться я не только его уничтожил а весь еврейский народ и он приходит к царю ахашвирошу ему говорит есть один народ он не называет что это евреи есть один народ этот народ он живет среди народов законы царя не выполняет молится каким-то непонятным своим там верованиям в общем надо этот народ перевоспитать так он сформулировал царю царь ему говорит на тебе мой перстень в общем у тебя сейчас полная полное право от моего имени выдавать все приказы я тебе доверяю ты мне жизнь спас ты мне любимую стр царицу подогнал значит я теперь полностью иду по твоим советам а с народом делай что хочешь так сказал царь аману и аман приказал написать письмо он был он был мистик все в то время были мистике в две с половиной тысячи лет назад людей людей атеистов не было почему потому что люди они больше слышали природу больше слышали весь этот мир и они были на интеллектуальном уровне они были слабее чем современный человек у них не было голова забита там химией физикой математикой и так далее но но они зато более были чувствительны к духовным духовным проявлениям и что интересно как раз был разрушен первый храм этот период был между двумя храмами это было 70 лет еврести народ угнали в вавилон туда в это было вавилонское изгнание называлась она до 70 лет это было в конце этого вавилонского изгнания но в то время духовная духовная сила как духовный вай фай работал сильнее были пророки был людей это назывался святой дух то есть они больше слышали духовный мир поэтому не было абсолютно атеистов все чувствовали и не просто чувствовали ну да можно сказать что чувствовали это их было абсолютно точное ощущение переживания что есть духовный мир который является причиной того что здесь происходит в материальном мире и идолопоклонники они поклонялись каким-то элементам из духовного мира и их поклонение было направлено было на то чтобы заставить этот элемент духовного мира то есть то что они называли идолом заставить этого идола сработать и что-то им здесь в этом мире решить например они могли принести ребенка в жертву идолу для того чтобы был хороший урожай они могли там убить 200 рабов чтобы не было дождя да то есть у них было такое это было у древних греков у римлян они этих гладиаторов тысячами они просто вот так вот крошили прям собирались в этих своих цирках в колизеях и на открытие колизея 6000 рабов было убито восстание когда было восстание спартака 6000 они распяли я читал как раз в витипедии что 6000 участников восстания спартака они вдоль дорог ставили вот эти кресты деревянные и вешали этих рабов чтобы было понятно вот вообще что что происходит хорошо значит это чуть отвлекся вот этот вот оман шлет письмо от имени царя во все а он был мистиком и он бросал жребий в какой день в какой день назначить уничтожение еврейского народа по всем 127 странам значит и его жребий выпал на месяц который называется адар вот сейчас идет этот месяц адар значит на этот месяц выпал жребий а дело было когда дело было в ниссане за 12 месяцев до этого и значит он шлет письма во все во все мэрии да можно сказать губернатором всех стран шлет запечатанные письма значит запечатанные письма в которых было написано что такого-то числа 13 числа месяца адар через год вскрыть письмо и быть готовым в этот день к войне в письме написано кого будем убивать все-таки он послал письма так он задумал эту всю историю теперь четвертый отрывок четвертой четвертая глава я читаю четвертую главу а потом разбираем какие законы в ней работают значит что было начинается 4 глава с того что мардыхай знал все что сделалось мардыха узнал все что сделалось то есть когда писцы писали эти письма наверняка были те писцы которые потом пришли рассказали кому-то кто-то рассказал кому-то и уже утром мардыхай знал что через 12 месяцев назначено полное тотальное уничтожение еврейского народа он это узнал все что сделалось и порвал мардыхай свою одежду порвал он свою одежду одел мардыхай мешок на себя и посыпал себя этим прахом да то песком песочком себя посыпал мешок отдел это для того чтобы начать страдать потому что когда на человека есть какая-то гзера постановления с небес что-то плохое то он понимает что это наверное он что то не то сделал и он начинает сам поститься там и так далее это такой метод он надел на себя вот этот вот мешок посыпался песком и вышел он в город и начал он кричать всем начал кричать что вот такая вот Подлость произошла, что Аман этот злодей, он, значит, вот такую задумал, задумал вот такую вот вещь. И дошел он так, всем он это сообщал, и пришел он так к воротам царя. И нельзя было войти в ворота царя в мешке, потому что в то время это была Вавилонская империя. И все было очень прописано, все были ритуалы прописаны, они ходили в таких очень золотых одеждах, очень внимательно к этому относились, этот этитет, царский этитет. И он дошел до ворот, в мешке во дворец нельзя. И в каждой стране и стране, в каждом городе, куда доходило знание, что произошло вот это постановление, начинался, сразу же начинался скорбь, и евреи начинали поститься, плакать и раскаиваться, и надевали они тоже вот эти вот мешки рубища, и значит, начинали они раскаиваться. Это очень известный метод. Есть в Торе еще книга пророка Йоны, которую читают обычно в Йом-Типур, как Бог послал пророка Йону сообщить городу Нинвэ о том, что он будет уничтожен. И все жители Нинвэ одели тоже мешки, начали раскаиваться, и Бог простил этот город. То есть в то время люди знали, когда начинается какое-то постановление, вот такое страшное, например, эпидемия, да, то что нужно сделать? Не нужно ждать, пока ты умрешь, а нужно что сделать? Нужно одеть на себя мешок, поститься и раскаиваться в своих грехах. Вот то евреи сделали во всех местах. И, значит, пришли служанки к Эстер, и, значит, сказали ей, что произошло. И она очень, очень она начала тоже волноваться, Эстер. И послала она одежду, чтобы одеть Мордыхая, чтобы он снял этот мешок с себя. Но он не принял никакую одежду, он сидел, продолжал молиться, раскаиваться и поститься. И позвала Эстер тогда своего доверенного, одного из своих доверенных людей. Есть, которые говорят, что это был пророк Даниэль. И, значит, приказала ему идти к Мордыхаю, чтобы он узнал у Мордыхая мазе валь мазе, что это и за что это. То есть, есть очень такой основополагающий закон мироздания. Если происходит что-то плохое, нужно поставить диагноз, что плохое произошло и за что это произошло. У всего есть причина, у всего в этом мире есть причина. И в сегодняшний день это следствие вчерашнего. Сегодняшняя ситуация человека это следствие его вчерашних поступков, мыслей и так далее. И она ему говорит, за что это постановление, что это, что это, конкретно что произошло, пусть мне скажут. И за что это. Пошел этот посланец к Мордыхаю и, значит, вернулся он обратно. И сказал Мордыхай этому посланцу, он ему передал все, что произошло. Рассказал он за те деньги, которые Аман хотел дать, 10 тысяч серебряных монет в царскую казну. Все рассказал, всю вот эту хитрость Амана, которую Аман придумал, чтобы уничтожить евреев. Аман был очень хитрый, он был дико хитрый, продуманный человек, который бросал жребий, который не зря он стал советником у царя, то есть он поднялся на самый верх, благодаря своей хитрости. И, значит, Мордыхай передал Эстер всю комбинацию, которую задумал этот Аман, чтобы уничтожить евреев. Значит, и дальше он сказал, он сказал передать Эстер. Он говорит, Эстер, передайте так. Значит, она должна прийти к царю и царю рассказать и попросить за свой народ. За свой народ все попросить, потому что она как раз еврейка, она, как и все 99,9% десяток евреев, дети, старики, женщины, они вообще ничего плохого не делали. За что уничтожать целый народ? Представьте, тут маньяка судят, убил 30 человек, а то хотел убить Аман весь народ, весь народ во всех 127 странах. Значит, передал, посланец передал все это Эстер, все слова Мордыхая. То есть Мордыхая сказал, иди к царю и, значит, его, объясни ему, что произошло. И сказал Эстер своему посланцу, чтобы он передал Мордыхаю, что все знают, все рабы царя знают, что у него паранойя. Он паранойя. Паранойя. То есть любой царь в то время, в наше время, он, у него охрана, это его главная задача охранять себя и свою власть. Это главное. У него целый день, он думает, полдня, наверное, полдня он думает, я не знаю о чем, а полдня он думает, как, чтобы его не стинули, как победить в следующих выборах, если это сегодня, как врагов уничтожить, как того придавить, этого придавить и так далее. И она говорит, передайте Мордыхаю, все рабы царя и все знают, что мужчина или женщина, которые зайдут к царю во внутренний двор, во внутренний двор, и которых он не звал. То есть это не по его приказу, не прописано, что он позвал и приказал ему зайти. Значит, его убивают, сразу же убивают. То есть это работает на автомате. У стражи приказ. Кто заходит, вот есть внешний забор, есть потом внутренний двор. Кто заходит во внутренний двор, его нету в списках, его сразу убивают. Единственная возможность была не умереть, какая, значит, если царь, он своим, знаете, этот стипетр, у него был такой стипетр, если царь своим стипетром покажет на этого человека, и, значит, тогда только его не убивают. Все, стоят специально обученные люди с луками, со стрелами, с мечами, кто зашел, сразу убить, даже здрасте не скажет. Значит, как есть такой анекдот, когда в Искимосе, или Чукча был в армии, его поставили по ограничникам, и ему сказали, что если кто будет, иди, значит, спросить пароль и стрелять. И он стоит с ружьем, кто-то идет, он говорит, стой, стрелять буду. Тот говорит, стою. Он говорит, стреляю, и убил его. Все, вот так было у царя Хашвероша. Значит, она говорит, а меня уже не звали к царю 30 дней. Значит, 30 дней царю, у него была паранойя, а когда у человека паранойя, он, естественно, он, ну, ему не до женщин. Значит, она говорит, 30 дней меня не звали. Теперь говорят комментаторы, что было в ее словах. В ее словах было то, что она ему говорит Мордыхайл, он же меня позовет скоро, ну, по-любому, он меня любит, я его жена. Значит, 30 дней меня не звали, ну, подождем, день-два подождем, и он меня позовет. Вот, а так, если я пойду, так меня убьют. И сказали Мордыхаю слова Эстер. И сказал Мордыхай, передайте Эстер. Он говорит, передайте Эстер. И вот эти слова, они очень такие важные, то, что он ей сказал передать. Передайте Эстер. Значит, Аль Тидами Бенавшех. Не думай, не думай, ну, то есть, не представляй себе. Обычно человек живет в какой-то своей представлении, как надо поступать, как будет, там, думает о будущем и так далее. Это димьон называется, воображение. Он ей говорит, не воображай себе спастись в доме царя, от Миколя и Удим, что ты одна спасешься от всего еврейского народа. Кима хорешта хориша. Если ты промолчишь сейчас, если ты сейчас промолчишь, в это время, Спасение придет евреям из другого места, но ты и дом твоего царя исчезнут. И кто знает, может быть, именно для этого времени ты поднялась на Малхут. Может быть, именно для этого ты поднялась сейчас на царскую вот эту вот роль, для того, чтобы через тебя пришло спасение. Так он ей ответил. Вот мы сейчас как раз дочитаем до конца главы и разберем это место. Ватомар Эстер Ляшив Эль Мордехай. И тогда сказала Эстер ответить Мордехаю. Она ему шлет ответ. Иди, собери всех евреев, которые находятся в Шушане, в городе Шушан, и поститесь обо мне, и не кушайте, и не пейте три дня. И днем, и ночью. И я, и мои девушки, мои помощницы будут сделать, сделают то же самое. И тогда я пойду к царю. Значит, если уже убьют меня, так убьют. Пропаду, так пропаду. То есть она ему говорит, все, значит, постимся, молимся. И, значит, тогда я уже буду точно знать, что, значит, у меня духовная вся очищена. То есть у меня нет на мне никакого греха. Пойду. Если убьют, так убьют. И пошел Мордехай и сделал все, как приказала ему Эстер. Заканчивается четвертая глава. В пятой главе мы узнаем, что было дальше. Теперь, значит, у нас есть еще буквально три минуты. Давайте разберем, что он ей сказал. Главные вот эти вот слова в этой главе. Он ей сказал так. Не воображаешь, что ты спасешься сама и так далее. Почему это? Она во дворце, ее царь любит. Почему это она не спасется? Значит, объясняет Малвим такой из комментаторов. Когда происходит что-то необычное, вот прямо такое необычное из ряда вон выходящее, значит, это Ашгаха Пратит, это индивидуальное проведение. То есть Бог человеку дал, например, большую должность. Бог человеку дал большие деньги. Бог человеку дал какую-то возможность. И это произошло необычным способом. Как Эстер вдруг стала царицей. Она была сирота, жила в доме Мордыха, вообще не хотела быть царицей. Ее забрали, и она стала царицей. Значит, это явное было божественное проведение, что она попала в это место, в это время. Теперь происходит второе совершенно неожиданное событие. Народ Израиля, в котором это был очень такой уважаемый, вот как сейчас евреи в Америки, например, да. Уважаемый народ, работают, зарабатывают, помогают, что-то там делают, да. И тут вдруг бак, всех уничтожить. Понятное дело, что здесь тоже это божественное проведение. Что Всевышний что-то он в этой ситуации задумал. Он ей говорит, смотри, то, что было задумано, оно сбудется по-любому. Но, но, смотри, тебя-то точно подняло, именно для этого тебя подняло на вот эту роль. Если ты сейчас не выполнишь свое, свой шлихут, это как свой тавтит. Свою роль, если ты не выполнишь, то ты как раз и исчезнешь. Потому что тебя подняли именно для этого. Если ты не выполнишь свою роль, значит ты исчезнешь. Так он ей сказал. Теперь очень интересно, мы знаем, когда Бог вывел и в рейсе народ из Едипта, то он сделал, были чудеса, 10 было едипетских казней. Проявление божественной воли невероятное. Потом раступилось море. Вообще просто они шли. И написано, что самая последняя служанка в момент, когда они переходили через море, она была на ступени пророчества выше, чем пророк Ехестель, который видел полностью Маосе Меркова, как Бог управляет миром. То есть они все увидели Бога, шли сквозь море, сказали, Зекилий, вот Бог мой, ванную, я вместе с ним одно целое. То есть они были на состоянии пророчества невероятным. Море раступилось. Потом дарование Торы, вообще, гора Синай, с неба огни. Они все слышат, я Бог твой, который вывел тебя из земли египетской. У них просто в этот момент души отрываются от тел, потом их всех оживляют. То есть они говорят, мы не можем больше. Давайте пусть Машер Абейну поднимается на гору, и он получает Тору. То есть мы не в состоянии принять вот этот божественный свет в таком проявлении. Значит, и после этого они подходят к земле Израиля. И шлют разведчиков. Приходят разведчики и говорят, ой, вы знаете, там такие люди серьезные живут вообще. И весь народ начинает плакать. Девятая ава. Ой, мы не зайдем. Ой, мы не сможем. Ой, у нас не получится. Бог говорит, ну, это вообще, да, то есть как можно так? Я для вас делал чудеса. Я для вас делал, 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 делал. И вы теперь вот так вдруг в момент, вы боитесь. Кого вы боитесь-то, да, после того, что вы видели своими глазами? И он после этого сказал, все, вернуть это поколение в пустыню. На 40 лет, значит, все они должны умереть в пустыне, а зайдет следующее поколение в землю Израиля. Значит, вот такая ситуация. То есть, чем выше Бог поднимает человека, если он не выполняет свое предназначение и он не благодарен Богу, он не начинает служить Богу. Если Бог для него сделал чудо и он, получив это чудо, да, огромные деньги, огромную власть, что-то, просто какую-то радость, он не сказал Богу спасибо и не выполняет свое предназначение, как благодарность Богу выражается в том, что ты начинаешь выполнять его волю. В этот момент человек ставит себя на очень опасную ситуацию и, значит, то, что сказал Мурдыхай Эстер, замысел Бога всегда исполнится, но только не через тебя, только не через тебя. То есть, тебе дали возможность, не хочешь Бога прославлять, не хочешь Богу служить, до свидания. Все, мы дошли до пятой главы, завтра с Божьей помощью встречаемся с 10 утра, читаем пятую главу, стараемся понять, всего 10 глав, узнаем, что было дальше. Все, всем хорошего дня, удачи, успехов. И, значит, кто хочет смотреть и глубоко изучать уроки Торы, есть портал Ваикра, ваикра.ком там есть все мои уроки, еще у нас 200 преподавателей Торы преподают на этом портале. И есть группа в фейсбуке, называется ваикра.ком, там как раз все эти уроки, вся информация, там есть люди, которые хотят глубоко изучать Тору, понять, что Бог говорил через Машарабену. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня.